Всем привет! Сегодня я останусь за кадром и буду делать видео вам о походной косметичке именно с уходовыми средствами. Если вам интересно, то давайте посмотрим все, что я беру с собой в дорогу. Как я уже вам говорила, я собиралась ехать на каникулы на две недельки, поэтому я решила собрать косметичку и показать вам отдельно мой уход и мою косметику. Первое, что вы здесь уже видите, это вот такая вот маленькая луфа. Я ее возьму с собой, чтобы мыться. Давайте зажгем этот кристалл, тоже включим для красоты. Вот так. Так, дальше. В основном я постаралась взять все, что маленького размера, но некоторые средства я все же оставила полноразмерными, потому что не хотела бежать и покупать их отдельно. И к этим средствам относится у меня вот такой вот дезодорант от DAF. Я дезодорант от DAF покупаю постоянно. Этот у меня с запахом помегрант и лимонная вербена какая-то, не знаю. Сладко пахнет, приятно. Так, дальше у меня здесь есть обязательно защита от солнца. Я обычно ее никогда не покупала, но в этот раз, так как у меня муж хочет идти кемпинг, я думаю, будет делать влог и поподробнее вам расскажу. То я подумала, что мне обязательно нужна защита, потому что если там будет очень жарко, то я сгорю и не хочу этого. Дальше. Вот такая, а вот у меня две защиты. Две защиты и еще одна тоже. Это маленький размер, и еще она называется Banana Boat. У нее нет никакого запаха, вот у этой, а вот эта очень приятно пахнет кокосом. Мне нравится. Дальше у меня здесь есть вот такая вот маска для лица. Корейская косметика, я вам уже ее показывала. Маска-пленка с черным углем. Не самая моя любимая, точнее я ее вообще не люблю, но решила взять, потому что я не могу без очищения кожи. У меня кожа стает очень плохой и появляются какие-то прыщи, поэтому нужно обязательно брать маски с собой. В очищении кожи я взяла вот такое вот средство для снятия макияжа от All May. Это у меня водостойкая версия, еще новая. Как видите, люблю это средство. И для очищения лица, косметики с лица, я взяла вот такие вот салфетки Marula. Это салфетки, которые вы мочите в воде и потом уже снимаете макияж. Я таким еще не пользовалась. Попробую их, надеюсь, что они классные. Для душа у меня здесь есть шампуни, вот такие вот пробнички Carol's Daughter Manoy Repairing Sulfite Free Shampoo and Conditioner. То есть шампунь и кондиционер. И еще я взяла вот такие вот шампуни и кондиционер от Schwarzkopf Series Claudia Schiffer Essence Ultime. Вот, в общем, взяла такие, попробую. Надеюсь, у меня не будет одних. Это был Zews. Надеюсь, у меня не будет от них никакой перхоти. Дальше я взяла два вот таких вот геля для душа. Серия называется, фирма называется H2O Plus. Это один и тот же гель для душа. Просто два пробничка. Этот уже был немножко использован. Вообще, мне из этой серии шампуни и бальзам не подходят. У меня от них ужасная перхоть. Но вот гель для душа обычная. Ничего в этом плохого нет. И есть вот такие вот два крема для тела. Один у меня пробничек. Называется он Nivea In Shower Body Lotion. А другой я взяла вот такой вот Body Balm H2O Plus. Если у меня закончится, я всегда могу купить там. Поэтому беру только пробнички и много стараюсь не набирать. Дальше для волос у меня есть вот такое вот масло. Kardashian Beauty. У него такой специфический запах. Мне не очень нравится. Не буду открывать, а то оно у меня чуть-чуть вылилось. Но здесь еще очень много. И в принципе оно справляется со своей задачей. Очень хорошо поддерживает мои волосы увлажненными. Еще забыла вам показать один пробничек для удаления макияжа. Это мицеллярная вода от Simple. Тоже беру ее с собой. Буду пробовать. Дальше у меня здесь вот такие вот духи. Это Rollerball от Elizabeth & James. Нирвана черная. У них очень сильный приторный запах. То есть они такие ванильные. И на зиму подходит идеально. Но так как я подумала, что уже осень и у меня нет в принципе маленьких парфюмов, я решила взять этот. Потому что без парфюма я быть не люблю. Уже было такое дело, что у меня не было парфюма. Дальше я взяла вот такую вот бритву. Это новая. Фирма называлась Big Soul Ale. И мне нравится, когда здесь 5 лезвий. Хотя эта фирма что-то я в ней разочаровалась. Мне не очень нравится. Дальше жидкость для умывания у меня от Clinique. Такой вот. Называется Liquid Facial Soap Mild. Не самое мое любимое, но оно неплохо очищает. В принципе не сушит кожу. Я им чуть-чуть уже пользовалась. Мне пока нравится неплохо. Под глаза беру вот мой крем от Clinique All About Eyes. Маленькая упаковочка. Дальше беру тоник от Clinique Clarifying Lotion. И это я перелила из большой бутылочки. Сохранила маленькую бутылочку и перелила. Вот, решила взять только половину, потому что много все равно не буду использовать. Дальше днем буду пользоваться вот таким вот кремом от Kate Somerville. По идее его можно использовать утром и вечером. Но я решила, что утром буду использовать его. У него такая достаточно легенькая консистенция. А на ночь возьму вот этот вот крем. Большая упаковка, но да ладно. Мы едем на машине. Одно большое средство ничего, думаю, не испортит. Называется Skin Eternal Cream. У него консистенция как у мази и очень сильный запах. Плюс он липкий и жжет кожу, если у вас какие-то царапины на лице. Тем не менее, мне очень нравится. Хорошо очень влияет на мою кожу, не забивает поры. Классный крем. Пользуюсь, пока не надоел. Дальше беру вот такую вот масочку увлажняющую на ночь от Algenist. У нее такая гелевая консистенция и выглядит голубым цветом. Ее можно использовать даже вместо ночного крема. Надеюсь, классно. Эти средства я еще не пробовала. Ой, и забыла показать, что здесь есть тоже сиром у меня от Olly Hendrickson. Это у меня сиром с витамином С. Collagen Boost. Тоже не пробовала. Марка очень дорогая. Надеюсь, что он мне понравится. Буду им пользоваться, думаю, только на ночь. Потому что я не люблю использовать сиромы днем. Потому что макияж на них не очень хорошо наносится. Дальше обязательно мой Spa Treatment. Это у меня для прыщиков гель. Наношу точечно и работает, подсушивает их чуть-чуть. Ну и последнее. Это две гигиенички. Одна от чепстик, а другая кармекс вишневый, который я не люблю. И чепстик кокосовый, который мне тоже не очень нравится. Но пойдет. Купила за доллары. У меня закончился мой другой. Сойдет. Здесь у меня нет скраба. Я также вам не показала зубную пасту, расческу и все. Это тоже со мной поедет. Просто я решила сюда не включать, чтобы не было скучно. Вот. Эта косметичка у меня уже старая. Я даже не знаю, как называется фирма. Замок у меня другой, потому что другой оригинальный замок здесь поломался. Я просто повесила этот брелок для ключей туда. Вот там она у меня внутри грязная, ничего особенного. Вот такая вот косметичка, которая мне ужасно не нравится и надоела. Надо уже ее выкинуть и купить что-то другое. Но пока она у меня есть. И это все, что туда входит. И я очень рада. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх. Спасибо большое за внимание. И мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.